По имени Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Поучение Святаго Яна Затаустова. Пророк говорит, блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127.1 А какие это пути Божии, как недобродетельная жизнь? Через нее можно взойти на небо, достигнуть Отечества и узреть самого Бога, сколько возможно человеку узреть Его. Путями Его называют потому, что через них можно взойти к Богу. Притом пророк не сказал путь, но пути выражают, что они многочисленны и различны. Бог устроил много путей для того, чтобы обилием их сделать для нас восхождение к Нему легким. Одни из людей сияют девством, другие прославляются брачную жизнью, иные украшаются вдовством. Одни отвергли все, другие половину. Те восходят праведную жизнью, эти покаянием. Для того Бог и устроил так много путей, чтобы тебе удобно было идти. Ты не мог после бани крещения сохранить себя чистым. Можешь очистить себя покаянием, можешь богатством, милостынью. У тебя нет богатства? Можешь презреть больного, посетить заключенного, подать чашку холодной воды, принять странника под кровь свой, пожертвовать дилепты, как в Довице, и плакать с плачущими. И это есть милостыня. Но ты не имеешь ничего, совершенно беден. Слаб телом и даже ходить не можешь. Переноси все это с благодарностью, и получишь великую награду. Такова была добродетель Лазаря. Он никому не помогал деньгами. Как он мог делать это, не имея сам необходимой пищи? Он не ходил в темницу. Как он мог делать это, будучи не в силах сам подняться? Он не посещал больного. Как он мог делать это, будучи сам облизываемый псами? Но и без этого он приобрел награду за добродетель мужественным перенесением всего. Тем, что, видя жестокого и бесчеловечного в чести и роскоши, о себя в таких бедствиях не произнес ни одного непристойного слова. Посему он и наследовал Лона Аврамова. Хотя был ничем не лучше мертвого. Бездейственно лежав тогда перед вратами богача, увенчан вместе с патриархом, совершившим так много добрых дел, прославлен и помещен в лоне его тот, кто не раздавал милостыни, не подавал руки обиженному, не принимал странников, не мог сделать ничего другого подобного, но только за все благодарил Бога и получил светлый венец терпения. Подлинно великое дело благодарность, любомудрие, терпение среди таких страданий. Это высший добродетель. Зато Иов был увенчан. Посему и дьявол говорит, «Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него». Иов 24. Немалое дело обуздать страждущую душу так, чтобы она ни в чем не согрешила. Это равно мученичеству. Это верх добродетели. Так если и ты, возлюбленный, подвергнешься болезни, горячке или ранам, и боль будет заставлять тебя сказать какую-нибудь хулу, но ты воздержишься, будешь благодарить и славить Бога, то получишь такую же награду. И для чего роптать, скажи мне, и произносить богохульные слова? Разве боль сделается от того легче для тебя? Даже если бы она и делалась легче, и тогда не следовало бы решаться на это и терять спасение души, заботясь доставить облегчение своему телу. Между тем боль от этого не только не облегчается, но еще становится тяжелее. Ибо дьявол, видя, что он получил некоторый успех, доведший тебя до ропота, усиливает огонь пищи, разжигает болезнь, чтобы ты исполнил его желание. Таким образом, если бы даже, как я сказал, боли облегчалось, не должно делать этого. Если же ты не получаешь никакой пользы, то для чего губишь сам себя? Но ты не можешь молчать. В таком случае, благодари Бога. Прославляй того, который искушает тебя в этой пищи. Вместо ропота произноси словословие, тогда будет и награда у тебя великая, и боль сделается легче. Так и блаженный Иов говорит. Господь дал, Господь и взял. Иов 1.21 Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Иов 2.10 Но мне, скажешь, Бог не дал богатства, тем легче рано. Ибо ни одно и то же лишится богатства, насладившись им, или не испытав его жить в бедности. И так мужественно переноси все случающееся, ибо это для тебя мученический подвиг. Ибо не только тот составляет мученичество, когда кто получает приказание принести жертву и не приносит ее, даже решается лучше подвергнуться терзаниям, нежели исполнить это. Но и то делает мучеником, когда кто, несмотря на боль, принуждающую роптать, решается терпеть и не говорить ничего непристойного. Так Иов не за то увенчан, что получил повеление принести жертву и не принес ее, но за то, что мужественно перенес скорби. И Павел прославлен за то, что с благодарностью переносил бичевание, скорби и все прочее. Из беседы на 127-й псалом. Аминь. Аминь.